Туризм в Беларуси не теряет своей актуальности. В прошлом году только Брестский регион посетила порядка 200 тысяч человек. Желание отвлечься от будничной суеты, сменить обстановку и просто отдохнуть привлекает городских жителей в агроусадьбы и здравнице Берестейского края. Традиционно в зимний период лидирующие позиции в списке популярных мест области занимает Национальный парк Беловежская пуща, белорусские аутентичные шале, а также историко-культурные достопримечательности региона. Высокое качество предоставляемых услуг и ценовая доступность – одни из главных причин огромного потока гостей из-за рубежа. Практически у всех, даже и агроусадеб и субъектов, которые оказывают туристические услуги, есть интернет-порталы, на которых есть возможность связаться, контактные данные, и цена, и возможность даже заказать, тоже онлайн-утранирование в гостиницах. И это способствует тому, что ежегодно именно количество индивидуальных туристов увеличивается. Ну а с учетом того, что Брещено – транзитный регион, задержаться на пару дней, съездить в пущу, то есть походить по городу Бресту, посетить Брестскую крепость, посетить музей. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» является визитной карточкой города над Бугом. В период новогодних каникул этот исторический объект посещает тысячи гостей из дальнего и ближнего зарубежья. Цифра на данный период составляет около 6 тысяч человек. Что важно отметить, это говорит не только о желании современников знать и помнить историю, приток туристов основательно пополняет бюджет области. За декабрь-яндварь он увеличился на 120 миллионов рублей. За это время у нас побывало уже более 300 групп и почти 6 тысяч посетителей. Ну, если сравнить так с аналогичным периодом прошлого года, то это где-то чуть более пару сотен больше в текущем году, чем в прошлом. Отрадно мы обратили внимание на то, что, конечно, как и в предыдущие годы, очень много посетителей из России активнее стали ехать из Украины. И очень приятно, как я уже хотел сказать об этом, это семейные посетители. За период прошлого года мемориальный комплекс посетило 387 тысяч туристов, более чем из 20 стран мира. Их число, как и интерес к истории обороны Брестской крепости, с каждым годом растет. Как отмечают сотрудники исторического объекта, людей, которыми движет живой интерес к событиям трагической ночи 41-го, становится больше. Сразу видно, когда интерес на группе твой рассказ, твоя экскурсия, они эмоционально выражают свои чувства. То есть многие из них плачут на экскурсии, группы в конце аплодируют, если экскурсия им нравится. Ну и, конечно же, задают много вопросов по теме обороны крепости. Сегодня в рамках реализации государственной программы проводится комплекс мероприятий по развитию туризма в Брестской области. Одно из направлений – строительство новых объектов, которых в регионе за два года появилось более трех сотен. И работа в этом направлении продолжается. Сейчас идет развитие именно в рамках заключения инвестиционных договоров в Брестской области. Вот один, наверное, пару примеров можно привести. Это через указ президента был подписан о создании туристско-этнографического комплекса «Нашродный Кот Соболи» в Березовском районе. Плюс в Барановичском районе есть такой Акабелтол Колбович, тоже неплохой туристический объект они собираются строить. Плюс в Кобринском районе по трассе М1 строительство автокемпинга, агрокемпинга. Нынешний год гостеприимства диктуют свои правила в области туристической политики в государстве. Достойно встретить гостей Чемпионата мира по хоккею и мероприятий, посвященных юбилею освобождения нашей страны от немецко-фышетских захватчиков, первостепенная задача для руководства страны и региона. Мы готовимся к этому делу. Мы знаем, и вот на заседании Болосполкома будут выноситься вопросы готовности объектов продорожного сервиса к приему гостей Чемпионата мира. Вот последнее в декабре месяце Комитет государственного контроля проверил гостиницы тоже на соответствие требованиям к оказанию услуг. То есть в комплексе это все, скажем так, подготовка инфраструктуры к приему гостей. Виктория Драгобецкая, Андрей Щерба, Кирилл Липовик, Дмитрий Латарчук, телекомпания БУК-ТВ.